Володу Ломаченко я очень рад, что ему дают такую возможность. И несмотря на последний проигрыш, все-таки с третьей попытки, в третьем бою, вернее, сделать шаг к чемпионству, и я думаю, шансы большие. Несмотря на то, что проиграли торги его промоутерская компания, это усложнить ситуацию, конечно. Плюс ко всему соперник тяжелый, очень быстрый, смышленный такой. Я посмотрел его бои и так тоже опять начал, в общем-то, нервничать, переживать за Васю. Но при этом это, наоборот, интересно, что так не будет легкой прогулки для Василия снова. По поводу проигрыша торгов, конечно, это была неожиданность. Тут было соперничество двух самых крупных компаний, Боб Арум, да, топ-рэнк, который представляет Васю, и компания Golden Boy Promotion, которая представляет Гарри Рассела. Ну, к сожалению, там причем еще такая небольшая сумма. Тебе чуть-чуть больше предложили, и они победили. Ну, такое бывает. Вася все равно должен все-таки стать чемпионом мира, если все пойдет по плану, и не будет никаких форс-мажорных обстоятельств. Сильные стороны Рассела – это все-таки, в первую очередь, больше опыта на профессиональном ринге. Вот, он действительно, я посмотрел парочку его боев, очень-очень хороший боксер, очень шустрый. В общем-то, у него много качеств, те, которые есть у Василия Ломаченко. Но все-таки я думаю, что, пройдя такой бой, как последний, Вася Ломаченко уже набрался опыта, и он ему поможет в этом бою, в следующем бою против Рассела. Там будет соревнование скорости боксерского IQ. Я думаю, что все-таки шансов больше Василия Ломаченко, и будем держать за него кулаки.